всем привет меня зовут кристина и сегодня накануне нового года мы вместе с вами будем проявлять лайфхаки которые я нашла на просторах интернета какие-то показались мне очень странными или на первый взгляд нерабочими какие-то очень даже полезными поэтому сегодня с вами все это узнаем оставайтесь со мной и давайте уже скорее начинать первый лайфхак изначально показался мне очень интересным потому что он обещает сделать наши реснички объемными и даже с эффектом накладных ресниц для него нам понадобится консилер пудра и тушь первым слоем аккуратненько на ресницы наносим консилер можно щеточкой можно прямо так из тюбика зачем щеточку от туши или как у меня такая специальная одноразовая обволакиваем в пудре и также наносим на ресницы тут конечно было не очень удобно потому что вся пудра осыпается и летит в глаза и уже финальным слоем прокрашиваем наши ресницы тушью и надеемся что они не отпадут от тяжести и вот такой эффект получился вы можете сравнить его со вторым глазом который я прокрасила просто тушью в принципе да отличается ресницы стали более объемными выразительными но на каждый день я бы вам не стала советовать так делать потому что во первых слишком заморочено во вторых по моему мнению это будет не совсем хорошо для ваших ресниц ну а так лайфхак рабочий следующий лайфхак заявляет нам о том что мы можем сделать тин для губ своими руками всего лишь при помощи двух ингредиентов это не сразу заманила потому что я обожаю красить губы и как бы сделать самим тент мне кажется очень даже прикольно первое что нам понадобится это обычный пищевой краситель можно брать жидкий как у меня его продается в пакетиках варианте порошка и второе это конечно же вода смешиваем ингредиенты в таких примерных пропорциях чтобы знаете масса была такая достаточно яркая и теперь всю эту жижу наносим на губы в три слоя в промежутком 10 секунд последний слой нанесли подождать 10 секунд наносим следующий сверху можно также дополнительно нанести бальзам или блеск для губ и вот что-то такое у меня получилось на губах как бы сделать фоточку там походить несколько часов вполне возможно но вы должны понимать что после того как вы там буквально попьете чай там или сидите какую-то пироженку весь этот тинт у вас конечно же сотрется в целом если вас дома каким-то образом окажется краситель то почему бы и нет мне кажется очень даже интересно попробовать вот третий лайфхак я уверена что многие из вас уже видели но мне все равно хотелось его проверить потому что делать я это буду не на себе а на своем молодом человеке мы будем осветлять волосы на теле с помощью обычной краски для волос я не показываю этот лайфхак на себе потому что у меня на теле уже довольно таки изначально светлые волосы и как бы осветлять там особо ну нечего я купила ее в самом светлом оттенке никогда себе ничего не красила поэтому очень аккуратно по инструкции замешиваю всю вот эту вот смесь надеюсь что у парня не будет никакой аллергической реакции далее берем его руку или ногу и наносим всю эту субстанцию таким средним слоем и ждем столько времени сколько указано в инструкции в моем случае это 20 минут самое главное обязательно обращайте внимание на время которое указано в инструкции по истечению времени конечно же смываем всю эту краску с кожи и смотрим что получилось волосики реально осветлились принципе это было достаточно ожидаемо и кажется девчонкам у которых темные волоски на теле этот лайфхак будет реально болезен потому что например если вы не хотите эти волосы сбривать их можно просто напросто осветлить единственное что обязательно перед применением краски проверьте ее на аллергическую реакцию потому что мало ли что может быть следующий лайфхак как ни странно полностью противоположен предыдущему и он связан с удалением волос на теле при помощи бритвы думаю что многие из нас в том числе и я не исключение бреют ноги и руки вот таким вот образом берут большую каплю геля намазывают ее на место где нужно сбрить и потом уже бритвы проходится и как заверяет нам этот лайфхак такой способ очень экономичный то есть расходуется очень много геля там бальзама и так далее поэтому нужно делать иначе берем колпачок от бритвы и добавляем в него несколько капелек того средства как с которым вы бреетесь а потом бритву смачиваем прям в этом колпачке и спокойненько бреемся в принципе такой способ тоже работает и бритва идет достаточно хорошо но наверное лично я буду все-таки бриться как раньше потому что все таки когда геля побольше как-то бритва лучше скользит поэтому этому лайфхаку можно поставить как по мне 6 из 10 потому что экономия есть а эффективность ну такая сомнительная вот в работе следующего лайфхака я очень сильно сомневаюсь потому что по идее мы должны получить красивое украшение для волос при помощи переводных татуировок но не делаем поспешных выводов и давайте пробовать берем переводные татуировки и вырезаем понравившуюся картинку далее берем прядь для волос на который мы хотим оставить собственно этот рисунок и прикладываем к нему татуировку берем воду какую-нибудь тряпочку и просто промакиваем эту картиночку для того чтобы она отпечаталась на ваших волосах и самый волнительный момент давайте это отклеивать честно говоря я не ожидала что эта картинка реально там останется в принципе выглядит прикольно единственное что мне кажется я подобрала немного не тот цвет татуировок который был бы нужен моим волосам но тем не менее лайфхак рабочий и мне кажется новый год или на какую-нибудь вечеринку можно такое себе сделать и удивить всех этим эффектом если вы мастер маникюра или как я просто человек который увлекается этим делом этот лайфхак будет идеально для нас он поможет быстро очистить любую емкость от геля или гель-лака который просто так например салфетками ну явно не убрать ничего особо сложного делать не придется изначально нужно убрать максимально все остатки геля а затем поместить эту емкость в лампу для гель-лака то есть в ультрафиолетовую я думаю что секунд 60 или 120 будет вполне достаточно и по идее когда мы с вами должны были достать эту баночку и пробовать отковырять этот гель он должен был легко отходить от тех стенок но я была очень разочарована потому что у меня ничего из этого не получилось то есть как бы я не пыталась отковырять вообще никак не отходило возможно это была какая-то моя ошибка и нужно было изначально прям еще сильнее убирать этот гель чтобы остался прям очень уже тонкий слой поэтому если у вас это лайфхак сработает обязательно напишите в комментариях потому что на первый взгляд еще раз говорю он не показался полезным но на практике как бы у меня ничего не получилось если вдруг у вас разбились тени или любой сухой продукт и вы не знаете что делать этот лайфхак должен помочь как видите моем случае пострадала бедная палетка теней для начала мы полностью из упаковки достаем продукт который у нас испортился и саму упаковочку аккуратно протираем далее в моем случае на тени нужно запрызнуть каким-нибудь антисептиком или спиртом буквально несколько миллилитров для того чтобы масса могла стать такой знаете более менее жидковатый конечно же все тщательно перемешиваем и помещаем обратно в контейнер скажу вам так утрамбовать обратно это было какое-то просто ювелирное дело буквально одно неловкое движение там появляется какая-то дырка и и приходится снова заделывать но в итоге что-то похожее у меня получилось и нужно дать немного времени для того чтобы эта масса подсохла и так я беру кисть давайте пробовать и так это реально сработало пробую наносить рукой тени реально как новые у меня неправда плохо подсохли нужно было дать больше времени но тем не менее этот лайфхак бытовой и реально работает поэтому могу его посоветовать если вы часто мучаетесь от того что ваш идеальный образ прическу портят эти вот маленькие пушистые волоски то по идее нам должен помочь обычный гель для бровей берем его конечно же он должен быть обязательно прозрачным и затем прям этой же щеточкой пытаемся уложить все вот эти вот лишние волоски которые нам мешают и да вроде бы все эти волоски у меня убрались но единственное что когда вы так вот трогаешь волосы конечно ощущается вот это вот и неприятно немножечко чувства как будто бы просто побрызгали лаком меньше попробовать можно но самое главное наносить прям совсем чуть-чуть чтобы этого чувства было максимально мало ну что девчоночки вот такая вот проверка лайфхаков у нас получилось обязательно пишите в комментариях если вдруг вы уже успели попробовать какие-то лайфхаки и сработали ли они у вас я хочу сказать огромное спасибо за просмотр этого видео а также за то что весь год были со мной мне конечно же очень приятно получать от вас лайки и комментарии как и всегда говорю это моя огромная мотивация на съемку новых видео и всем вам я желаю что в следующий 2023 уже год был для вас самым счастливым чтобы все ваши желания исполнялись но я вас всех безумно люблю поздравляю с наступающим увидимся в следующем году а